За минувшую неделю в Югре зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом на 32 с лишним процента по сравнению с предыдущей семидневкой. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 444 новых случая. В Сургуте 54, 3 в Сургутском районе. Выписались с больничного почти 600 человек. В регионе по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в закрытых помещениях. Отмечу, что правительство округа утвердило решение о расширении полномочий регионального оперштаба в условиях, введенных западными странами экономических санкций. В Югре создается центр новой индустриализации, который будет способствовать поддержке промышленности, импортозамещения, стимулировать инвестиции. С 28 февраля в регионе проводится ежедневный мониторинг цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, включая автомобильное топливо. В настоящий момент предприятия торговли в Югре работают в штатном режиме. Запасов разных групп продукции хватит на срок от 15 до 37 дней. Необоснованного изменения цен отдельных видов социально значимого продовольствия не выявлено. Губернатор Наталья Комарова призвала представителей управления Федеральной антимонопольной службы обратить особое внимание на стоимость детского питания, одежды и подгузников. На оценники этих позиций сейчас югорчане жалуются чаще всего. При необходимости, жду ваших предложений, оказать вам содействие, в соответствии с законодательством, проводить такие проверки и в случае выявления нарушений законодательства о ценообразовании, принимать решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также передавать информацию федеральные органы власти о производителях и предпринимателях, которые позвоняют себе в такое время эксперименты над согражданами по ценообразованию.